Какими были показатели в бюджетной сфере в уходящем году? Какую поддержку получили различные отрасли экономики в 2023-м? И как принимались важные решения для нашей страны? Об этом поговорим с вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Владимиром Делба. Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Спасибо, что согласились с нами встретиться и побеседовать. И сразу же первый вопрос. В первую очередь, какие приоритетные задачи стоят сегодня перед Министерством финансов? Добрый день. И сразу спасибо за вопрос. Он, наверное, самый основной и важный. Какие задачи ставит перед собой Министерство финансов? Наверное, прежде всего стоит сказать, какие цели и задачи стоят перед самим Министерством финансов, являясь центральным органом государственного управления, который реализует госполитику в сфере бюджетной, финансовой деятельности в других областях. Естественно, мы обеспечим реализацию основных задач и функций, которые возложены на финансовое ведомство страны, основываясь на государственных решениях, законах Республики, решении президента, решении правительства. Сегодня приоритетной задачей у Министерства финансов является, несомненно, укрепление и стабилизация финансовой системы, развитие бюджетной системы. И в этой связи в ведомстве ведется на постоянной основе работа по подготовке и совершенству нормативно-правового регулирования. Мы занимаемся большим объемом работ, связанных с принятием решений на уровне компетенции Министерства финансов, на уровне подготовки проектов решений высшего уровня, которые должны способствовать стабилизации системы, развитию, совершенствованию бюджетных правоотношений, что, в принципе, на мой взгляд, на сегодняшний день или до сегодняшнего дня нам удается. Бюджет Республики Абхазии ежегодно является социально ориентированным. В первую очередь, как закладываются средства, на что они выделяются и примерно каким будет 2024 в финансовом плане? Ну, совершенно верно. Вы обратили внимание, тенденция бюджета Республики Абхазия, я о государственном преимущественно буду, наверное, говорить, она имеет социальную направленность. Эта социальная направленность сохранена на протяжении многих лет. Объемы социального бюджета растут. В этой связи, как формируются все-таки расходы государственного бюджета? Прежде всего, наверное, хочется сказать, что бюджет, как таковой, это финансовое выражение государственной политики. Основные задачи, цели, о которых мы сказали уже, ставятся в соответствии с законами Республики, решениями главы государства, еще раз обращу внимание правительствам, иными нормативными документами, и выражаются в потребностях финансовых ресурсов. Из этого складываются предполагаемые расходы на очередной финансовый год. Я напомню о том, что проектировки бюджета формируются в установленные законом сроки. И вот, к примеру, внесенные президентом страны на рассмотрение законопроекта в республиканском бюджете на 2024 год, по нему проходили комитетские слушания расширенные, на котором присутствовали представители комитета по бюджету, присутствовали члены правительства в лице Министерства по налогам и сборам, Минфина, Министерства экономики, Государственного таможенного комитета. Это разговор шел об основных направлениях, о сценарных условиях проекта бюджета на 2024 год. В этом смысле еще работа предстоит. Было рекомендовано проект рассмотреть в первом чтении, дать ему, как говорится, старт для изучения и проведения переговоров, консультаций по основным направлениям бюджетной политики на 2024 год. Таким образом, расходы бюджета наши формируются, прежде всего опираясь на эффективность. Это очень важно для нас, на повышение результативности. Каждый бюджетный рубль должен приносить результат. Мы должны все вместе, и давно уже об этом говорим, и реализуем эти мероприятия, что вложенный государством рубль должен приносить реальный эффект. Не только финансовом плане, не только экономический, но должна быть обратная связь. То есть государственные деньги материализуются или конвертируются, как мы говорим, в некое имущество, в некую государственную услугу. Поэтому очень надеемся на то, что именно так и будет продолжаться. Мы уже на протяжении нескольких лет очень активно занимаемся повышением результативности бюджетных расходов, улучшения качества, в том числе и улучшения качества администрирования. Потому что ни один расход государства не может быть обеспечен при отсутствии источников его финансового обеспечения. Ну вот, наверное, так вкратце, как формируются показатели государственного бюджета. Сейчас пока только проект отправили, он еще не утвержден. О цифрах мы пока не можем говорить. Мы, естественно, можем сказать об основных характеристиках. У нас проект бюджета на 2024 год, основные его параметры государственного бюджета сформированы с учетом дефицита в 1,4 млрд, а республиканского бюджета в 1,2 млрд. То есть это говорит о том, что доходы республиканского бюджета формируются в 10,9, расходы в 12,4. Вот в таких параметрах мы предложили на 2024 год рассмотреть бюджет. Полагаю, что, возможно, будут корректировки, возможно, будут какие-то изменения, но они будут основаны, естественно, на нормах законодательства, в принципе, с чем мы готовы работать с представительными органами власти. Поддержка различных отраслей экономики, поговорим об этом. Как поддерживается энергетика, здравоохранение, обучение наших граждан в Российской Федерации? Если брать исключительно текущий период, я, наверное, скажу о тех ожидаемых оценках завершения 2023 года. За 11 месяцев 2023 года в бюджетную систему страны поступило 13,3 млрд. рублей. Это составляет 97% от прогнозируемых годовых значений. Это достаточно высокий показатель. Я сразу, наверное, замечу о том, что тенденция, которая была намечена с 2020 года по росту доходов, нам позволяет стабильно финансировать без задержек и в полном объеме расходы государственного бюджета. При этом хотелось бы, наверное, очень важно, этот аспект очень важный, что значительно растет рост собственных доходов. Это характеризуется многими показателями. Среди, наверное, последних, мы об этом часто говорим, мы обратили внимание на активную роль в поступлениях в бюджетную систему главных администраторов. Это Государственный таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам и ряд других. Вместе с тем, несомненно, на показатели бюджета не могло отразиться на их рост, как говорится, в абсолютно, не в относительном выражении, а в абсолютном, и уровень инфляции. Мы на это тоже обращаем внимание, но, несомненно, рост доходов, он очевиден. Он очевиден, несомненно, мы видим, что показатели растут. Если, условно, взять собственные доходы 2020 года были в объеме 4,8 миллиарда рублей, собственные доходы государственного бюджета, то уже мы по итогам 11 месяцев текущего года имеем возможность говорить о поступлениях в бюджетную систему 8,9 миллиардов рублей. То есть, такой значительный рост нам позволяет обеспечивать расходы. Если говорить о расходах, то, естественно, расходы обеспечиваются в соответствии с законодательством республики, в частности, законами о республиканском бюджете на 2023 год, решениями органов местного самоуправления о бюджетах районов республики и город Сухум на 2023 год. Характерно отметить особую роль в текущем году парламентариев. В ноябре 2023 года депутаты парламента одобрили изменения в закон о республиканском бюджете, который нам всем позволил обеспечить очень важные социальные расходы по оказанию адресной поддержки нашим гражданам. Другие важные и неотложные мероприятия, связанные с социальным и экономическим содержанием расходов. Я могу, наверное, сказать, что очевидным становится, отвечая еще и на ваш вопрос, что сегодня бюджет стал таким действенным инструментом финансового обеспечения решения многих, большинства социальных и экономических задач в нашей стране. Вот полагаю, что, возвращаясь к предыдущему, что и 2024 год, несомненно, тоже будет очень напряженным, как и текущий год. Под словом напряженным я имею в виду повышение роли ответственности каждого участника бюджетного процесса. Вот тогда мы будем достигать еще больших успехов. К примеру, если говорить о конкретике, в 2023 году продолжилась поддержка отдельных отраслей экономики. В частности, мы обеспечиваем и обеспечили в полном объеме реализацию мер по развитию сельского хозяйства, ведомственная целевая программа по реализации поддержки энергетической отрасли. Там у нас объем финансового обеспечения составил 400 миллионов рублей. В 2023 году под финансированием находятся 19 целевых ведомственных программ в общем объеме 775 миллионов рублей. Но, наверное, среди них я отмечу больше социальные расходы. 10 целевых программ реализуются в сфере здравоохранения. На сегодняшний день по такой целевой программе, как лечение граждан за пределами Республики Абхазия, адресную поддержку со стороны государства через систему здравоохранения, через Министерство здравоохранения получило 474 человека. Я хочу заметить, что целевая программа по лечению граждан, она является исключительно республиканской программой. То есть жители, проживающие на всей нашей территории Республики, получают такую поддержку за счет средств республиканского бюджета через систему здравоохранения. Естественно, обращая на развитие кадрового потенциала, в этой сфере продолжается финансирование таких расходов по целевой программе, как кадровое обеспечение. А вот в системе здравоохранения, там поддержку получили 75 человек, объем составляет 15 миллионов рублей. Мы очень рассчитываем, полагаем, что наши молодые специалисты, люди получат квалифицированное образование и трудятся у себя на родине. Очень важные направления в социальной сфере, это как оказание поддержки в приобретении жилья отдельным категориям, незащищенным слоям населения. Целевая программа по 2023 году сформирована на финансовое обеспечение в 60 миллионов рублей. Эти средства доводятся у нас до Министерства социального обеспечения. Финансируется сертификат, после чего эти люди, которые имеют право приобрести жилье, приобретают это жилье при наличии этого сертификата. Там работает государственная комиссия, принимаются соответствующие решения, определены критерии, и вот мы обеспечиваем это финансирование в текущем году. Сколько примерно человек приобрели жилье? 48 человек. 48 человек на сегодняшний день обладатели сертификатов на приобретение жилья. Ну это жилье социальное, разумеется, вот мы в этом смысле оказываем поддержку. Хочу сказать, что ведомственная целевая программа рассчитана не на один год, на трехлетку, и по каждому году объем ресурсов составляет 60 миллионов рублей. Так что трехлетка у нас 180 миллионов рублей. На мероприятия по компенсации стоимости жилья при расселении наших жителей города Сухум из дома по улице Назадзе. Мы все прекрасно знаем, там дом признан как непригодный к жилью, и средства республиканского бюджета, предусмотренные в бюджете, направляются на компенсацию стоимости жилья. На сегодняшний день на эти цели направлено 216 миллионов рублей. Здесь мы тоже наблюдаем важный социальный расход, полагаем, что люди, которые получили компенсацию жилья, убеждены в этом, что они не останутся без нового надлежащего или жилищных условий. Более конкретно там проблема в доме состоит, да, он аварийный получил? Да, он аварийный, да, дом признан аварийным, вот, и во избежание негативных последствий, там и угроз, вот, чрезвычайных ситуаций было принято решение не вмешиваться в реконструкцию этого дома. Там в 2022 году было заключение компетентных специалистов о том, что дом непригоден к эксплуатации, поэтому срочно вмешались, значит, все необходимые службы, органы, уровни власти, и вот мы оказываем сегодня эту поддержку. Текущий год был для нас важным годом, ознаменован он 30-летием Дня Победы и 15-летием со дня признания независимости. Мы все прекрасно знаем, что на эти цели тоже предусмотрены были расходы в республиканском бюджете. 49 мероприятий было обеспечено финансированием в объеме 150 миллионов рублей. Все 100% были направлены на цели, предусмотренные при формировании бюджета на 2023 год. Очень важная, на наш взгляд, позиция, на которую мы очень пристально обращаем внимание, это, конечно, выплата социальных пособий, гарантированных законодательством. 171 миллион рублей за 11 месяцев направлено нашим гражданам, которые относятся к 13 категориям социальных пособий. 8 192 семьи получают из республиканского бюджета вот такую поддержку. Сейчас в Абхазии действует программа по сельскому хозяйству, выделяется 100 миллионов. Расскажите, как она сейчас осуществляется, сколько проектов? Ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства уже реализуется третий год, начиная с 2021, 2022 и 2023 год. Ежегодно предусматриваются на эти цели по 100 миллионов рублей. В текущем году эти средства были направлены на 7 основных мероприятий. Я хотел бы обратить внимание, что в каждой ведомственной целевой программе присутствует государственная комиссия, в состав которой входят представители органов государственной власти, заинтересованные лица, компетентные специалисты, депутаты парламента. Каждая целевая программа носит, кроме финансового обеспечения и основную главную цель, помимо достижения результатов, открытость, прозрачность, транспарентность. Вот поэтому создаются комиссии для того, чтобы обществу было понятно, на что тратятся народные и государственные средства. По проекту сельское хозяйство 7 основных масштабных мероприятий на сумму 100 миллионов рублей. Про поддержку вооруженных сил как поддержку? Несомненно, я об этом уже говорил, что рост доходов нам позволяет обеспечивать очень важные государственные задачи. Ну и я среди них, естественно, могу отметить и такие задачи, которые мы обеспечиваем финансированием, расходы, которые обеспечиваем в полном объеме и своевременно, это на укрепление обороноспособности нашей страны. Если брать соотношение к год году, 2023 к 2022, то на мобилизационную подготовку на вооруженные силы республики было направлено на 149 миллионов рублей больше, чем в 2022 году. Это достаточно большой рост. Мы полагаем, что эти деньги на сегодняшний день позволяют менять ситуацию к лучшему. Мы постоянно держим средства в резерве на эти цели. Они являются расходы для нас весьма приоритетными. Поэтому здесь мы обеспечиваем их в полном объеме. Аналогичная ситуация и с правоохранительной деятельностью. Обеспечение внутренней безопасности. Здесь тоже рост расходов достаточно объемный. 175 миллионов рублей в рост по отношению к прошлому году. Я хочу заметить, что и обороноспособность страны, и мобилизационную подготовку, вооруженные силы, под вооруженными силами исключительно Министерства обороны понимается, правоохранительная деятельность, она вся финансируется из республиканского бюджета, потому что являются расходными полномочиями. И вот мы находим средства на эти цели. При этом хочу отметить, что текущий год сформирован у нас с дефицитом по 2 миллиарда рублей. Но несмотря на это, мы находим источники финансового обеспечения, очень предметно работаем с налогоплательщиками, очень предметно работаем с администраторами для того, чтобы обеспечить государственную функцию по финансовому обеспечению. Еще важный аспект, на мой взгляд, у нас в республике двухуровневая бюджетная система, и вот эта вертикаль, она четко у нас соблюдается. И при утверждении бюджетов, вышестоящий уровень, а это республиканский уровень, имеет право направить в нижестоящий соответствующий объем для финансовой поддержки. Так бюджетным языком, если называть, то для сбалансированности бюджета. Мы направляем эти средства в качестве поддержки всем районам республики и города Сухум. Но на сегодняшний день такой объем составляет миллиард 220 миллионов рублей. Это достаточно большие средства, которые позволяют решать на территории этих районов и города соответственно задачи по социальному, экономическому развитию наших районов. Это обязательно условия, среди которых, несомненно, будем говорить, как предусматривает, разумеется, бюджет, большая часть это средства, которые формируют фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. Резервный фонд президента. Как выделяются средства из резервного фонда президента и в этом году на что они были направлены, если была такая потребность? В соответствии с законодательством резервные фонды могут использоваться в случаях, когда отдельные расходы не предусмотрены в бюджете, а их перенос на более поздние бюджетные периоды уже невозможен. Но среди таких расходов, несомненно, к большому сожалению, мы наблюдаем и не один год расходы на предотвращение и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Только в этом году у нас 194 объекта, которые подверглись различной степени ущерба, направлены были средства 595 миллионов рублей на эти цели. Помимо этого, резервный фонд президента. Президент сам активно использует средства резервного фонда на оказание адресной материальной помощи нашим гражданам. Очень чувствительная позиция, на которую глава государства обращает особое внимание. Работает, соответственно, комиссия по оказанию материальной помощи. За 11 месяцев текущего года направлено более 150 миллионов рублей на эти цели. А получателями такой помощи явились 1638 человек. Это очень важная позиция, это очень важный социальный расход в стране, потому что, общаясь с заявителями, там именно проникаешься вот этой атмосферой нуждаемости. Мы взяли такое направление, что средства выделяются исходя из нуждаемости. Комиссия принимает соответствующее решение, и после чего готовится проект для утверждения президенту на оказание материальной помощи. Аналогичная ситуация происходит и с оказанием поддержки лицам, пострадавшим в стихийных бедствиях. Там работает у нас другая комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий. И там тоже принимаются решения на основе документов о чрезвычайной ситуации, о стихийных бедствиях, о других обстоятельствах. 2021 год, он был самым сложным, потому что пандемия, но после пандемии, последующие годы стихийные бедствия произошли в республике. Как такие важные решения, как помощь гражданам нашей страны принималась? Ну, на самом деле, вы правы, одним из самых сложных периодов мы не только с точки зрения финансового обеспечения, но и в принципе тяжелый год был, это, конечно, ковидный год, как вы сказали. Если касаться только ресурсов, то мы знаем, что борьба с ковидом республики Абхазия за счет своих собственных средств обошлась более 1 миллиарда рублей. Но на этом, естественно, сложности, проблемы в стране, к большому сожалению, не заканчиваются. И многое из этого не обстоит от действий человека, но в частности, вот о тех же стихийных бедствиях, чрезвычайных ситуациях, о которых мы сейчас с вами говорим. Да, действительно, и 22-й год, и 23-й год имело место, значит, на территории нашей страны имели место стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации. Я по этому поводу хочу сказать, что если брать исключительно текущий год, вот одно из последних, да, вот там одно за другим в западной части нашей страны стихийные бедствия, они, конечно, за собой повлекли значительные расходы бюджета, но я хочу особо подчеркнуть, с учетом общего роста доходов по всей стране, бюджет Гагарского района успешно справился с выполнением своих обязательств по ликвидации последствий стихийных бедствий. Несомненно, республиканский бюджет и в данном случае глава государства за счет средств резервного фонда президента оказал поддержку, но большая часть из них в текущем году обеспечена именно бюджетом Гагарского района. Ну, в целом, если говорить о подобных явлениях, их, конечно, нельзя предвидеть, поэтому их невозможно предусмотреть, и, естественно, объемы на их ликвидацию или предотвращение досконально нельзя предусмотреть, поэтому используются такие источники, как резервный, в данном случае резервный фонд президента. 194 мероприятия, подпавшие под стихийные бедствия, профинансированные на общую сумму 525 миллионов рублей. Достаточно масштабные ресурсы направляются. Это и берегу укрепительные работы, это и противопаводковые работы, это и реконструкция мостов, это и других искусственных сооружений. Все это делается для того, чтобы предотвратить последующие стихийные бедствия. Очень активно используются ресурсы. Мы, понимая остроту вопроса, значимость, ее социальную значимость в том числе, доводим эти ресурсы прежде всего в таком зеркальном прозрачном режиме, как можно быстрее. Оборачиваемость этих средств становится быстрее, ускоряется. В том числе, я хочу заметить, и с учетом применения новых цифровых решений, информационных технологий, мы сегодня наблюдаем, что средства бюджета, и не только бюджетов, уже и другие институты финансовые, но в данном случае мы сейчас говорим о бюджетной системе, средства бюджета стали достаточно быстрее проходить различные этапы для достижения своей цели, что, в принципе, повышает и эффективность расходов, и результативность бюджетных расходов. Мы сейчас проходим в кабинет управления бюджетной политики, который формирует, целью и задачей является формирование отчетности об исполнении бюджета, бюджетного учета. Вот я тоже моих коллег хочу представить, все выпускники Абхазского государственного университета. В июле 2022 года правительством Республики Абхазия была утверждена ведомственная среднесрочная целевая программа по модернизации бюджетного учета и отчетности в Республике Абхазия на период 2022-2024 года. Общий объем финансирования составляет 160 миллионов. На 2022 год запланировано было 20 миллионов рублей, на 2023 год 90 миллионов рублей, и на 2024 год плановый показатель составляет 50 миллионов рублей. Непосредственно в ходе реализации данной программы планируется обеспечить получение в оперативном порядке полной, достоверной и детализируемой до требуемого уровня информации обо всех аспектах бюджетного процесса, что в свою очередь позволит непосредственно обеспечить максимальную прозрачность и открытость исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия. В ходе реализации данной программы в декабре 2022 года непосредственно был проведен открытый конкурс на право разработки и внедрения автоматизированной системы бюджетного учета. В ходе сопоставления и оценки полученных заявок победителем выступило Общество с ограниченной ответственностью Финком, генеральным директором которого является Константин Королев. Непосредственно Общество с ограниченной ответственностью Финком Финком зарекомендовало себя на высоком уровне. Мы взаимодействуем с ними начиная с 2016 года. Еще в 2016 году они занимались внедрением автоматизированной системы управления бюджетным процессом. В 2021 году Обществом с ограниченной ответственностью Финком была проведена модернизация казначейской системы. Были внедрены такие механизмы, как непосредственно создание и внедрение системы кассового плана по исполнению республиканского бюджета. И также то, что касается непосредственно составления бюджетных и денежных обязательств. Непосредственно в конце 2022 года, в декабре 2022 года мы подписали с ними договор, связанный с модернизацией системы бюджетного учета и отчетности в Республике Абхазия. Данный договор подразумевает непосредственно модернизацию в виде двух дополнительных модулей. В первую очередь это модуль SWOT SMART, который будет связан именно с централизацией бюджетного учета, включая механизмы кадрового учета, а также расчета оплаты труда. И второй модуль это система SMETA SMART. Это непосредственно тот программный комплекс, который будет позволять нашим бухгалтерам составлять и представлять бюджетную отчетность уже в электронном формате. В целом непосредственно данная автоматизация позволит сформировать единое информационное пространство, что обеспечит в свою очередь возможность всем бюджетополучателям осуществлять непосредственно работу в безбумажном порядке с использованием электронных средств связи. И это будет являться юридически значимым документооборотом. Вы сказали о поддержке наших граждан. Кто обращается? Какие это случаи? Я, наверное, отвечая на этот вопрос, скажу, что разные категории наших граждан обращаются за поддержкой. И, к большому сожалению, им она нужна даже иногда не в том объеме, в котором это возможно поддержать. У нас на рассмотрении в течение года находится от 3 до 4 тысяч обращений наших граждан. Я исключительно говорю, это обращение к президенту страны. По мере возможностей финансовых, прежде всего возможностей, мы рассматриваем эти заявления. Нуждаемость выражена разная. Иногда мы видим людей, которым не хватает средств на транспортные расходы. Совместно финансирование осуществляется такого рода, когда по системе здравоохранения через целевую программу обеспечивается адресное финансирование на лечение гражданина. Но у гражданина самого нет возможности поехать в эту клинику за пределами Абхазии. Для того, чтобы достичь цель, как раз таки комиссия, понимая это, принимает решение об оказании материальной помощи на транспортные расходы. Очень много обращений людей по заявлениям, связанным с улучшением жилищных условий. Но здесь, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что здесь немножко иные расходы. Оказывать расходы, предоставлять финансовую помощь, вернее, и при этом заведомо знать, что цель может быть не достигнута, наверное, не очень справедливо и неэффективно. Поэтому мы стараемся такие заявления обращать в соответствующие комиссии, отправляем непосредственно в район и в город Сухум, чтобы там на месте они решали, либо давали более детальную, полную информацию для того, чтобы на самом деле дальше принимать решение. Большая часть расходов по оказанию материальной помощи за счет средств президента, это, естественно, на оказание помощи, связанным с лечением наших граждан. Очень много приходит пожилых людей, обращаются за поддержкой, невысокий уровень пенсионного обеспечения, иные какие-то сложные житейские проблемы. Ну, люди, когда попали в трудную жизненную ситуацию, конечно, они обращаются за помощью государства. И по возможности, по возможности государство в этом, естественно, не отказывает. Здесь еще раз подчеркну особую роль в принятии решения президента. Все проекты, которые представлены на рассмотрении и утверждении президента комиссии, все, несомненно, приняты, подписаны и полностью обеспечены финансированием. Мы проходим в кабинет начальника управления бюджетной политики в сфере бухгалтерского учета, отчетности республиканского бюджета. Я хотел бы и здесь показать, как работает внутренний документооборот с применением цифровых технологий, электронно-цифровой подписи, как формируется документооборот именно по входящей и исходящей корреспонденции, и потом, соответственно, как формируются платежно-расчетные документы, финансовые документы для исполнения обязательств республиканского бюджета. Вот так у нас целиком в Минфине документооборот работает с таким применением. Обращения, да, обращения наши все направляются. Вот, к примеру, мы готовим письма уже с учетом... Вот сюда все обращения, получается, да, так направляются? При необходимости все обращения могут поступить, но больше на этом этапе с других ведомств нам пока на бумажном носителе приходит. Но полагаем, что это сейчас внедрится и во все остальные ведомства, и тогда уже спокойный документооборот будет проходить в электронном виде, полностью храниться, архивировать. Уже, как говорится, на бумажных носителях практически ничего не останется. Ну, у нас минимизировалось много, несмотря на то, что в кабинетах все-таки еще очень много информации на бумажных носителях, но я вам откровенно хочу сказать, буквально полгода тому назад их было раз, наверное, в пять или в шесть больше. А вот международное взаимодействие, программа гармонизации, да, она работает. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, мы все тоже помним о том, что в стране реализуется программа гармонизации, вот, и, естественно, Министерство финансов тоже принимает как участник с абхазской стороны работу и ведет достаточно емкую, большую работу. В принципе, задачи которой, или те пункты, которые относятся к работе финансового ведомства нашей страны, они все исполнены. На завершающем этапе сегодня находится, мы парафировали с двух сторон уже, и с российской, и с абхазьской стороны, проект соглашения об устранении двойного налогообложения. Полагаю, что это еще один шаг в развитии наших дружественных отношений. Это поможет бизнесу. Об этом очень много и часто, и долго говорит сам бизнес, чтобы одними и теми же налогами не облагались с одних доходов в двух разных государствах. Поэтому для предотвращения, для исключения такой позиции мы разработали проект соглашения. Он проходил соответствующую обработку, соответствующее изучение в Российской Федерации. Проводились несколько раундов переговоров с Министерством финансов России. На сегодняшний момент мы вышли к результату и полагаем, что в обозримом будущем соглашение будет подписано, и оно полноценно вступит в силу. Другое международное сотрудничество мы осуществляем практически во всех сферах деятельности Министерства финансов в Абхазии с коллегами, прежде всего, из Российской Федерации. Очень активная и тесная связь, очень доступная и комфортная среда. Мы постоянно работаем над совершенствованием бюджетного процесса, бюджетного законодательства, особенно инструментов исполнения бюджета, что нам позволяет видеть такие результаты. И мы, естественно, получаем в том числе положительную внешнюю оценку. Полагаю, что такое взаимодействие приносит в целом и нашим ведомствам очень хорошую, комфортную среду, которая укрепляет финансовую систему и бюджетную в частности. По инвест-программе в стране реализуются различные проекты, строятся объекты. Но что за счет собственных средств реализовано на данный момент и в 2023 году? Мы знаем, что республиканский бюджет сформирован с учетом значений, которые направляются, с учетом расходов, которые направляются на ремонтно-восстановительные работы объектов социально-культурной сферы. Республиканский уровень предусмотрел на эти цели 278 миллионов рублей по перечне объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в 2023 году. Вот эти средства направляются на реконструкцию социальных объектов, строительства детских площадок, ремонт школ, ремонт отдельных детских, дошкольных образовательных учреждений на всей территории нашей страны. Это происходит. Этот объем адресный. Мы эти средства направляем по мере потребностей. Сегодня очень высокий уровень освоения этих средств. Кроме того, отдельными решениями правительства согласовываются дополнительные расходы на проведение ремонтных работ, которые не включены в перечень. Это тоже очень важные расходы, которые требуют неотложного вмешательства государства. Поэтому и мы здесь обеспечиваем полноценное финансирование. А вот примерно, если точно по цифрам сказать, сколько объектов было восстановлено, отремонтировано? В 2023 году у нас 64 объекта находятся вне зоны инвестпрограммы. Я говорил о 194 локальных объектах, которые подлежали финансированию в порядке ликвидации последствий стихийных бедствий. Еще 64 объекта мы финансируем социально-культурного значения и направления. Еще такая тема, мы обсуждали с вами в прошлый раз, вот говорят о расширенном аппарате, да, вот что какие-то должности не нужны и аппарат очень расширен. На самом деле все зависит. Мы тоже об этом, естественно, слышим и понимаем озабоченность. И отчасти она справедлива, надо говорить объективно. Вот всегда, что вот государственный аппарат слишком большой, функциональное значение расширено, штатная численность расширена. Но на самом деле для того, чтобы давать полноценную оценку этому, надо точно понимать, какие задачи стоят перед тем или иным ведомством. Но если на это не обращать внимания, я могу с уверенностью сказать, что по центральным органам государственного управления у нас уже третий год не формируются показатели с увеличением штатной численности. Мы остановились на том уровне, на котором была штатная численность в прошлом году, поэтому не собираемся какие-то решения принимать и на следующий год, и в обозримом будущем. Полагаем, что кадровый потенциал, который сегодня действует в органах государственной власти, позволяет выполнять задачи. Если брать, к примеру, Министерство финансов, 101 штатная единица в нашем министерстве, по всей территории Республики Абхазия мы представлены, достаточно высококвалифицированные специалисты. В Министерстве финансов работают как молодые сотрудники, так и сотрудники уже со стажем. Как их взаимодействие происходит друг с другом, и вообще сколько отделов, и какие отделы здесь? Ну, на самом деле, Министерство финансов у нас представлено структурой, которая состоит у нас из пяти управлений и девяти отделов. Я об этом уже говорил, о том, что большая часть сотрудников финансового ведомства представлены женского пола. И, на мой взгляд, самое важное, что сегодня Министерство финансов пополняется молодыми людьми, молодыми кадрами. Но это абсолютно не говорит о том, что молодые люди сразу могут принимать важные решения в этой сфере. Несомненно, опыт ветеранов Министерства финансов, людей, которые долгое время трудятся здесь, очень сильно им помогают. Ведь молодой человек, назначая его на должность, он прежде всего, на мой взгляд, старается оправдать доверие. Но без опыта, без дальновидности, без навыков, конечно, ничего не получится. И очень хорошо, что у нас в Министерстве финансов, несмотря на многие-многие сложности, на очень усиленный режим работы, практически внеурочный, постоянный режим работы, у нас трудятся люди, которые имеют стаж работы 30 и более лет, 40 лет. И вот их бескорыстный опыт, который они передают молодым людям, дают свои результаты, дают успехи. Для себя в финансовом ведомстве приоритетная задача при подборе кадров, несомненно, ставим наличие, само собой, разумеется, высшего образования, но приоритетным направлением выпускников национального вуза нашей страны. У нас большое количество выпускников Абхазского государственного университета. И уже работая в нашем финансовом ведомстве, вместе, значит, выполняя и решая основные задачи, которые возложены на министерство, мы понимаем, что эти люди получают знания, получают навыки. И после того, как появляется возможность уже дальше оказывать поддержку в образовании, мы непосредственно это делаем. К примеру, в 2023 году у нас 15 наших молодых работников получили поствузовское образование, вот второе, кто-то третье получил высшее образование. Очень много наших ребят, причем со всех районов Республики Абхазия, повышают квалификацию. Ведь находясь только на территории Республики Абхазия и не зная, как говорится, и не общаясь вживую, конечно, технологии, интернет, это все очень важно, но не общаясь вживую со специалистами, не общаясь вживую по прикладной теме, конечно, сложно будет. И поэтому мы стараемся, учитывая наши взаимодействия с коллегами, учитывая наши отношения, договоренности, мы стараемся всегда направлять наших молодых людей на вот такие мероприятия. Мы сейчас заходим в кабинет первого заместителя министра финансов Ирма Федоровна Амичба. Функционал первого заместителя министра заключается в особенностях подготовки проекта республиканского, проекта закона о республиканском бюджете, о функциональной работе всех управлений и отделов Министерства финансов. Если говорить о первом заместителе министра, то богатейший опыт работы, высокая компетентность. Я, наверное, в ее присутствии не должен такие слова говорить, но это на самом деле есть, это не моя личная оценка, это оценка наших коллег и многих других людей, с которыми она трудится. Я, если скажу, не будет скромно, наверное, Ирма Федоровна, 28 лет стаж работы, непрерывный, постоянный стаж работы этого молодого человека в Министерстве финансов. Занимается вопросами очень важными. В ее ведении находится государственная служба, правоохранительная деятельность, обороноспособность страны, подготовка нормативно-правых документов в этой сфере. Ну, мы очень-очень надеемся, дорожим и рассчитываем, что Ирма Федоровна, как всегда, совершенствует бюджетный процесс, как всегда вносит предложения по изменению законодательства, которое приведет к улучшению качества предоставления нашей страной, в данном случае Министерства финансов, государственных услуг. Ну, вот такая позиция. Безусловно, коллектив в Министерстве очень доброжелательный, и атмосфера царит доброжелательная. В нашем отделе как трудятся и молодые специалисты, так и трудятся специалисты с большим опытом работы. И хочется выразить им большую признательность за то, что они всегда наставляют нас, помогают, делятся своим опытом, своими знаниями, что, безусловно, очень важно нам, как молодому поколению. По поводу зарплат мы говорили, отдельным категориям граждан повышение зарплаты, тенденция наблюдалась, будет ли в 2024 повышение зарплаты, и кому до этого повысили зарплату, и на сколько? На самом деле, очень ключевая позиция по фонду оплаты труда, она такая очень уязвимая в этом смысле. Мы прекрасно помним, что ежегодно на протяжении уже 7 лет происходит повышение размера оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Естественно, это в основном, не в основном, а именно связано с социальной сферой, здравоохранение, образование, культура, спорт, ну и так далее, и социальная политика. Здесь хочется сказать, что повышение заработной платы основывается на соглашении между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о поэтапном повышении. В 2023 году средний уровень заработной платы всех этих категорий, всех средних, достигнет 27,6 тысяч рублей в месяц. Это не говорит о том, что каждый должен получить 27,6 тысяч. Кто-то у нас получает и 43 тысячи, кто-то и 20, но средний. Я перебью, точнее, в 2024, да? Сейчас третий. В 2024 году, соответственно, целевые значения тоже будут определены. Они разрабатываются совместно между Министерством финансов Республики Абхазии и Министерством труда Российской Федерации. Эти целевые значения будут доведены. Особенность, хочу сказать, этого соглашения, что начиная с 2023 года значительно изменилась пропорция софинансирования. Эта заработная плата, этот объем, вернее, бюджетных средств не полностью обеспечивается за счет средств российской финансовой помощи. В этом году значительно изменился процент соотношения, а именно 35% фонда оплаты труда софинансируется за счет собственных средств нашей страны. В следующий год уже 70% возрастает объем дополнительный на эти цели 850 миллионов рублей необходим. Он и предложен в проекте бюджета на 2024 год. Более того, хочу сказать, уже 2025 год расходы Республики Абхазия по софинансированию составляют 85%. То есть постоянная динамика роста. И в 2025 году у нас соглашение пока, во всяком случае, на трехлетку, потом наверняка может быть продолжено, или оно, в принципе, останется на этом уровне и софинансирование продолжится в каких-то других пропорциях. Но, несмотря на это, мы все прекрасно понимаем и знаем, что постоянная индексация размера заработной платы одним и тем же категориям, но это, наверное, как минимум несправедливо. И, учитывая то, что законодатель внес соответствующие изменения в трудовое законодательство, в соответствии с этими изменениями правительство Республики Абхазия приняло постановление о даче предложений Министерству социального обеспечения и Министерству финансового дачи предложения по доведению минимальной заработной платы до прожиточного минимума. И эту задачу мы начали решать и при бюджетных проектировках на 2024 год достигли такого значения, что минимальная заработная плата составляет не ниже прожиточного минимума. Иногда нас спрашивают, я сразу об этом хочу сказать, иногда нас спрашивают, а насколько поднялась заработная плата. Ну, в этом смысле мы по такому пути не пошли и не идем, и это законодательство этого не требует. Дело в том, что у нас были должности, по которым оклад составлял 4 тысячи рублей. И если проиндексировать эти 4 тысячи рублей на 50%, то станет оклад 6 тысяч рублей. А были оклады, которые, вернее, должности, по которым оклады составляли 8 тысяч. И если на 50% там поднять, то будет 12 тысяч. Мы пошли по другому пути. Мы достигли прожиточный минимум. То есть сегодня средняя заработная плата в Республике Абхазии должна равняться минимальному прожиточному минимуму. То есть 10 тысяч рублей. Проектировки именно формировались с этими условиями, учитывая поручения правительства. Естественно, наши не все бюджеты могут с этим справиться. И там, где не хватало, республиканский бюджет сформировал поддержку на эти цели. Поэтому полагаем, что в 2024 году мы будем иметь новые показатели. 450 миллионов рублей на эти цели дополнительно потребовалось. Учитывая, что расходы являются приоритетными, мы, естественно, будем в первоочередном порядке направлять на эти цели. Рост фонда оплаты труда свидетельствует, несомненно, и об увеличении отчислений в государственные внебюджетные фонды. Мы там тоже наблюдаем достаточно устойчивое поступление. У нас пенсионный фонд нашей страны самостоятельно, без республиканского бюджета, обеспечивает полностью, своевременно все выплаты пенсионной. Я хочу сказать, что два года тому назад такого вообще мы представить себе не могли, что такое может происходить. А сейчас мы видим и анализируя итоги исполнения практически всех государственных внебюджетных фондах, анализируем достаточно устойчивое поступление. Что, в частности, к примеру, позволило второй раз поднять в течение календарного года, а не финансового, вернее финансового и календарного, в течение 2022 и 2023 года принять решение об индексации, причем на достаточно высокий процент социальных выплат через фонд социального страхования. Это очень важная позиция. И здесь фонд социального страхования всегда выходит с такой инициативой, которая мгновенно поддерживается. И вот на недавнем заседании правительства в очередной раз было принято постановление, которое инициировал фонд, и мы с 1 января 2024 года уверены, что там стабильно будет выплачиваться по новым размерам. Пенсионный фонд, полагаем, сейчас загадывать, наверное, в обозримое будущее можно, но там на совсем далекую перспективу это все как поведет экономика. Если такая тенденция сохранится, если она еще даже будет увеличиться, поступление в пенсионный фонд, то, наверное, можно говорить о какой-то индексации размера пенсии. В будущем году, да? Не в будущем году. Мы посмотрим, как там будет происходить ситуация. В принципе, фонд оплаты труда и в целом в экономике растет, но через бюджетную сферу, несомненно. Поэтому, накапливая эти средства, мы, думаю, сможем какое-то предложение сделать, во всяком случае проанализировать ситуацию, что можно предложить на будущее. Это важный расход. Дело в том, что мы уже наблюдаем, что рост, вернее, мы наблюдаем, что количество пенсионеров, получающих российскую пенсию, сокращается. Соответственно, это бремя должно ложиться на республику Абхазия. Ну, с пенсией в 2,5 тысячи рублей, я думаю, мы, наверное, должны точно изменить ситуацию и внести предложение. А вот повышение всех госсотрудников коснется, я так понимаю, да? Повышение заработной платы коснется той категории работников, у которых меньше 10 тысяч было. Ну, в частности, это относится к лицам административного и хозяйственного персонала. Вот в основном на них мы будем распространять. Более 302 миллионов рублей направлено на мероприятия в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой информации. Это объем, который направляется адресно для реализации задач, которые занимаются соответствующие ведомства. Это тоже очень важный расход. Это не является ведомственной целевой программой, но это мероприятие очень важное, знаковое. Вот их 235 мероприятий проведено. Это вот наши данные за 11 месяцев. У нас еще впереди декабрь, но полагаю, что там, разумеется, еще добавится. Скажите, пожалуйста, вот у нашей страны существуют международные финансовые обязательства по погашению экспортного кредита. Что сейчас достигнуто, какое положение дел в данный момент? Экспортный государственный кредит был предоставлен Республике Абхазии в 2010 году. Его целевое назначение на реконструкцию железной дороги. И начиная с 2011 года Республика Абхазия обеспечивает за счет собственных средств погашение части суммы основного долга и, соответственно, расходов на обслуживание, так называемые процентные расходы. В текущем году на эти цели было направлено 116 миллионов рублей. Эти средства направляются в соответствии с достигнутым соглашением в полном объеме, в установленные сроки. Два раза в год обеспечивается финансирование. Это до 15 января и до 15 июля. Вот я об этом сказал, что в этом году полностью эти обязательства выполнены. Мы в этом смысле надежные контрагенты обеспечиваем все свои международные обязательства в соответствии с действующим соглашением. Сколько примерно осталось его выплачивать? До полного погашения осталось 1 миллиард 230 миллионов рублей. Пройдем сейчас в кабинет, где работает начальник контрольно-ревизионного управления нашей страны. Деятельность управления, она в основном или в принципе, она осуществляется в целях последующего контроля за использованием бюджетных средств. Более подробно, наверное, об этом несколько слов скажет начальник управления, наш коллега, достаточно тоже опытный, несмотря на его молодой возраст, специалист, компетентный, выпускник Абхазского государственного университета. Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов является одним из структурных подразделений, обеспечивающих в пределах своей компетенции осуществление государственного финансового контроля на территории Республики Абхазия. В рамках функции и задачи КРУ осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств всей бюджетной системы, в том числе это средства республиканского бюджета, средства местных бюджетов, а также средства всех небюджетных фондов, резервных фондов и так далее. А также мы обеспечиваем контроль за управлением и использованием государственной собственности, в том числе недвижимого имущества. Если говорить о том, какие результаты по обеспечению государственного финансового контроля, то мы можем сказать о том, что очень часто встречаем такие виды нарушений и недостатки, как несоблюдение законодательства Республики Абхазия, в том числе закон о бухгалтерском учете. Очень часто встречаем несоблюдение установленных правил списания товара материальных ценностей. Что самое интересное, вся деятельность контрольно-ревизионного управления осуществляется на базе координации деятельности со всеми правоохранительными, в том числе контрольно-надзорными органами. Мы планируем, реализуем результаты, также совместно координируя свою деятельность, в том числе и планируем по обращению отдельных органов государственной власти и проводим контрольные мероприятия. Их результаты находят свое отражение во всех исходящих документах Министерства финансов. Кроме того, Министерство финансов обладает таким серьезным финансовым инструментом, как принятие бюджетных мер принуждения по результатам контрольных мероприятий, приводя пример таких, как приостановление операций по счетам, другими словами, блокировка расходов, сокращение лимитов бюджетных обязательств, предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, отзыв генеральных разрешений на право занятия, приносящие доход деятельности в случае несоблюдения установленных норм. И что самое интересное, одним из основных мер, наверное, является направление предписаний по результатам контрольных мероприятий, всем объектам контроля обращений, где установлены сроки, в рамках которых объекты контроля должны представить информацию о проделанной работе и принятии мер по устранению установленных нарушений. Одним из основных целей и задачи является устранение нарушений и соблюдать, в дальнейшем контролировать ход исполнения бюджетного процесса объектами контроля. Одним из функций и задач Министерства финансового является совершенствование государственного финансового контроля, прежде всего, через нормативное правовое регулирование. Приводя пример, можно сказать, одним из свежих приказов Министерства финансового является это принятие общего порядка по проведению государственного финансового контроля как распорядителями бюджетных средств, так и местными финансовыми органами. Это юридическое управление, его возглавляет Ажи Байатыр Рауфович, он в данное время находится в отпуску, но коллеги на месте находятся. Я так по очереди, наверное, представлю. У нас Купалба Адитса, выпускница нашего Абхазского госуниверситета, соответственно, юридический факультет, разумеется. Вот молодой специалист, очень тоже компетентный в своей сфере. Ашуба Адитса, выпускница Южного федерального университета, тоже вместе трудятся в одном управлении. Баграт Торчуа, выпускник Московского государственного университета. Вот такая атмосфера, созданная здесь, среди разных высших школ в Российской Федерации и Республике Абхазии, дают нам возможность получать ожидаемые результаты по возложенным на них задачам и функциям. Мы осуществляем полномочия по подготовке проектов нормативно-правовых актов самостоятельно или же совместно со структурными подразделениями Министерства финансов. Это социальная политика отдела, да? Да, это управление бюджетной политикой в социальной сфере. Я представлю начальника Асида Анатольевна Шинкуба, тоже у нас опытный специалист с большим стажем работы. Именно те традиции, которые заложены в нашем ведомстве, лучшие исторические традиции, которые позволяют из поколения в поколение преемственность. Вот молодые люди трудятся. Основными функциями отдела является формирование бюджета на очередной финансовый год. Министерства и ведомства представляют проекты с обоснованием расходов в соответствии с законодательством Республики Абхазии. Далее мы осуществляем сбор и обработку представленных данных, сравниваем с показателями прошлых лет, проверяем на предмет законности и обоснованности, после чего формируем показатели на очередной финансовый год. Кроме того, мы участвуем в подготовке государственных целевых программ, осуществляем их финансирование в установленном порядке, осуществляем контроль за целевым использованием бюджетных средств и подготавливаем ежемесячные отчеты для руководства страны об исполнении бюджета. В ведении нашего отдела находятся Министерства и ведомства социального значения, к примеру, Министерство здравоохранения, культуры, просвещения, Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Академия наук Абхазии. Финансирование работниками отдела осуществляется курирование расходов по отраслям. Так, к примеру, главный специалист Мрамза Анкваб, она курирует расходы в области здравоохранения, образования. Леонора Саманджи, она курирует расходы в области спорта и науки. Работаем мы под руководством начальника отдела Шинку Байсида Анатольевна. Владимир Валерьевич, расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в помещении управления казначейства Министерства финансов. Как известно, полноценно управление начало свою деятельность с 2016 года. Основные задачи, функции казначейства, разумеется, это кассовое исполнение бюджетов, бюджетной системы. И я хотел бы представить заместителя министра финансов, начальника управления казначейства Губаса Эдгурамовича. Я бы передал ему слово, он, несомненно, расскажет об основных функциях, задачах у коллектива управления казначейства. Это управление, ходит в структуру Министерства финансов, является одним из пяти управлений, которые действуют в финансовом ведомстве нашей страны. Управление казначейства было создано для обеспечения организации кассового исполнения бюджета. И в целях реализации этой основной задачи, естественно, наделено определенными бюджетными полномочиями, связанными с распределением, учетом доходов между бюджетами разных уровней, открытием, закрытием лицевых счетов, осуществлением контроля за непревышением кассовых расходов над утвержденными годовыми лимитами и так далее. И все эти функции, в принципе, можно свести к тому, что основная цель создания казначейства – это повышение уровня прозрачности проводимых операций, связанных со средствами бюджета, и получение оперативной достоверной информации о движении бюджетных средств. Естественно, работа казначейства, как и в целом Министерства финансового, она не ограничена осуществлением анализов, подготовкой, оформлением отчетов, ведется ежедневная, постоянная работа, связанная с совершенствованием бюджетного процесса, применяются новые финансовые инструменты и механизмы, призванные обеспечить более высокий уровень прозрачности проводимых операций. Так мы периодически вносим изменения, в том числе и бюджетную классификацию, с тем, чтобы дополнить ее новыми целевыми статьями, основная цель которых – обеспечить прослеживаемость операции в разрезе целевых программ, целевых расходов, в разрезе различных отраслей и так далее. Расскажите, пожалуйста, из чего структура состоит казначейство, какие здесь отделы, куда мы сейчас можем пройти, посмотреть? Управление казначейства – это одно из структурных подразделений Министерства финансов. Само управление представлено 12 отделами. Это 6 отделов, которые находятся здесь в Сухуми, в центральном аппарате, и 6 территориальных отделений, которые обеспечивают нам взаимодействие с бюджетополучателями местного уровня. Здесь в центральном аппарате 6 отделов – это, естественно, отдел информационных технологий, отдел доходов, отдел расходов и кассового обслуживания, исполнения бюджетов, отдел бюджетного учета и отчетности. Совсем недавно, кстати, мы открыли новый отдел – отдел казначейского сопровождения, цель создания которого – обеспечивать обслуживание уже не бюджетных, а коммерческих структур, которые в рамках государственных контрактов используют бюджетные средства. С недавних пор в нашем управлении открылся новый отдел – отдел казначейского сопровождения. Было разработано и утверждено положение об отделе. В отделе подусмотрены три штатные единицы. Казначейское сопровождение госконтрактов представляет собой надзор со стороны казначейских органов за исполнением обязательств по государственным контрактам. То есть ранее, если управление казначейства занималось кассовым обслуживанием только бюджетных организаций, то данное направление подразумевает обслуживание коммерческих организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с которыми заключаются государственные контракты. Возможность осуществления казначейского сопровождения предусмотрена частью второй статьи 8 закона Республики Абхазии о республиканском бюджете на 2023 год. То есть в соответствии с указанной статьей Кабинетом министра Республики Абхазии устанавливается порядок и случаи, при которых бюджетные средства попадают под казначейское сопровождение. То есть данный отдел будет заниматься обслуживанием, как я и сказала, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Если ранее бюджетные средства перечислялись на расчетные счета, открытые в коммерческих банках, то с применением казначейского сопровождения обслуживание будет проходить на счетах, открытых в управлении казначейства. То есть если ранее бюджетные средства выпадали из поля зрения государства, то с применением казначейского сопровождения усиливается контроль за расходованием средств бюджета. Отдел операционной работы и введения реестров является структурным подразделением управления казначейства. Основными функциями нашего отдела является введение сводного реестра распорядителей и получателей средств республиканского и местных бюджетов, а также администраторов доходов республиканского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита государственного бюджета. Помимо этого мы занимаемся открытием, переоформлением и закрытием лицевых счетов по учету средств бюджетной системы Республики Абхазия. То есть для перехода на казначейскую систему исполнения бюджетов необходимо, чтобы организация была внесена в сводный реестр и ей был открыт лицевой счет. Это что касается введения реестров. Помимо этого отдел занимается операционной работой, то есть мы являемся посредниками между работой Министерства финансов и банковскими учреждениями. Нам открыты расчетные счета в кредитных организациях. В течение дня мы формируем пакеты платежных документов и направляем их в Национальный банк для последующего их исполнения. В конце дня мы выгружаем электронные выписки и проверяем соответствие информации, которая в них содержится, информации, переданной нами через специальный программный продукт. В случае соответствия мы подтверждаем расходную часть выписок по всем счетам бюджета. Наш отдел является структурным подразделением Министерства финансов. Мы занимаемся основной деятельностью взаимодействия органов государственной власти с местными органами управлениями и другими финансовыми подразделениями Министерства финансов. А также по вопросам отношения между местным бюджетом и республиканским бюджетом осуществляем подготовку материала к проектам бюджетом местного уровня, обеспечиваем и устанавливаем порядок исполнения бюджета республиканского в части средств, предоставляемые Министерством в местном бюджете. Это в виде дотации, субсидий и межбюджетных трансфертов предоставляем местным бюджетом. А также занимаемся анализом исполнения местного бюджета и участвуем в процедурах согласования республиканского бюджета и внесения изменений в республиканский бюджет, а также в решения местного самоуправления. Принимаем и осуществляем проверку месячных, годовых отчетов бюджетов в районах. Это управление бюджетного планирования доходов и анализа доходов. Сегодня это управление занимается, по сути, формированием основных прогнозных значений, показателей на основе базовых, индикативной информации о формировании государственного бюджета. Здесь представлены молодые люди, начальник управления у нас Диана Зауровна. Она в настоящее время в отпуску находится, она возглавляет этот отдел. Я, в частности, хотел бы передать слово молодому нашему специалисту. Кстати, хотел бы особо подчеркнуть и отметить выпускника Абхазского госуниверситета, капитан команды Абхазского госуниверситета, именно от лица экономического факультета, принимавший участие в Олимпиаде по истории экономических учений в 2022 году и занявший призовое первое место, обойдя такие университеты, как Московский государственный университет, Высшая школа экономики. И сегодня он трудится в нашем ведомстве. Я бы хотел, чтобы он несколько слов сказал об основных направлениях деятельности, какие полномочия на него возложены и, в принципе, на управление. В основном наше управление занимается составлением прогноза доходов государственного бюджета, также разработкой проекта доходной части республиканского бюджета на очередной финансовый год. Этот проект составляется на основании индикативного плана, который разрабатывается Министерством экономики. Помимо прочего, мы вносим изменения в доходную часть уже утвержденного бюджета в текущем финансовом периоде. Кроме того, мы занимаемся инициированием и разработкой проектов, законов, постановлений и иных нормативно-правых актов с последующим внесением их на рассмотрение в Кабинет министров. Также одной из главных ключевых функций я бы выделил – это контроль за своевременностью поступлений денежных средств в государственный бюджет. В своей работе мы активно сотрудничаем с другими министерствами и ведомствами, главными из которых я бы выделил – это Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет. Я работаю здесь с марта 2022 года. Я бы выделил очень приятную атмосферу, очень приятно работать с коллективом. Есть как молодые люди, так и люди с большим опытом. Это отдел бюджетных отношений? Да, это отдел межбюджетных отношений, возглавляет его у нас Нарсоу Логуа. В отделе, как вы видите, четверо специалистов, включая руководителя. Основная задача, которая возложена на этот отдел – это, конечно, взаимодействие с, если проще говорить, с нашими финансовыми, через наши финансовые органы, с районами республики и города Сухум. В нашей с вами беседе я говорил, какие масштабные объемы поддержки оказываются из республиканского уровня в местные. Я относительно недавно закончила Абхазский государственный университет, услышала о вакантном месте в управлении казначейства, пришла, заполнила анкету, прошла собеседование. После я прошла стажировку, в ходе которой меня обучали всему. Я изучила много положений, нормативно-правовых актов. Мы обучались по программе, в которой мы работаем. После, по итогу тестирования, я попала в отдел расходов. Наш отдел, у нас вообще очень интересная, ответственная работа. Мне нравится наша работа тем, что мы не стоим на месте, мы совершенствуемся, развиваемся постоянно, у нас что-то новое. Также я здесь получила очень хороший опыт, который, я уверена, я смогу использовать в любой другой сфере деятельности. У нас, нам предоставили все условия для работы. Наш отдел занимается непосредственно кассовым обслуживанием всех уровней бюджетов. Мы осуществляем контроль за целесообразностью использования бюджетных средств. У нас обслуживаются около 400 организаций, и у каждой организации есть своя специфика ведения. Мы учитываем это все, и учитывая это все, мы их ведем. 12 декабря Министерство финансов празднует 30-летие. В первую очередь поздравляю вас, желаю вам и вашим сотрудникам сил, терпения, здоровья крепкого. Расскажите, пожалуйста, будете ли вы праздновать в этом году свой юбилей? Спасибо большое за поздравление. Действительно, 12 декабря решением Совета министров Абхазии были учреждены ряд центральных органов государственного управления, среди которых и Министерство финансов. И 2023 год это 30-летие со дня образования Министерства финансов нашей страны. Я, наверное, хочу сказать, перед тем, как поздравить моих коллег, хотел бы сказать, что в финансовых органах нашей страны трудятся профессионалы на самом деле высокого класса. Их опыт, целеустремленность, навыки, знания, которые они применяют при работе, позволяют решать очень важные и сложные вопросы, а также мгновенно реагировать на новые вызовы. Это все нам дается, и нашим коллегам прежде всего дается, исходя из того опыта, который мы получали, находясь в этом ведомстве. Мы в этом смысле бережно храним лучшие исторические традиции, которые позволяют нам в том числе сегодня укреплять финансовую систему нашей страны. Еще, наверное, я бы хотел добавить, что наша специальность, помимо высокой компетентности, требует еще и исключительных человеческих качеств. Прежде всего, это терпение, умение выслушать, находить правильные решения. Вот это, на мой взгляд, самое главное. И задача, которая перед нами стоит за всеми имеющимися документами, самое главное, наверное, найти суть, самую главную потребность людей и стратегическое развитие нашей страны. Мне кажется, что нашим коллегам это удается сегодня делать. Я от всей души хочу поздравить всех моих коллег и работающих в Министерстве финансов и в финансовых органах нашей страны с юбилеем, пожелать им успехов, новых достижений, благополучия семейного. Субтитры создавал DimaTorzok